Друзья, всем привет! С вами Любомир Борода и это мой канал. На своем канале я рассказываю о плетении из паракорда, о всяких ЕДЦ прибамбасах, мужских всяких приколах, бородатых штуках. Также рассказываю о своей жизни, о путешествиях. Если ты еще не подписан на мой канал, обязательно на него подпишись и нажми колокольчик. Ну и перейдем к сегодняшнему выпуску. Сегодня я хочу вам рассказать о такой штуке, которая называется беглери. Это четкие, которые пришли к нам в обиход из Греции. Существует их множество видов. Их делают как в виде манкифистов, вот таких вот шариков. Их делают с помощью гаек, различных бусин, которые накидывают на веревку. Также существует несколько различных видов этого беглери. И они есть разные по длине, в зависимости от того, какие трюки вы исполняете. Сразу хочется вспомнить мой ролик про спиннеры, у которого сейчас уже около 900 тысяч просмотров. Это ролик, который я снимал еще месяцев 5 назад, когда спиннеры еще не были так популярны, как они популярны сегодня. Вот. И я помню то, что там было очень много комментариев, там поверти какую-нибудь херню, какому-то там, типа, чуваку, которому 40 лет нечем заняться, там, то есть все и прочее, прочее. Но, ребят, это тренды, это тренды, которые приходят к нам из, грубо говоря, с Европы, с Запада, да, и все равно они до нас доходят. И, соответственно, мне кажется, что нам надо с этим знакомиться, потому что, ну, не интересно же, когда тенденция проходит мимо нас, да, как, например, сейчас все дети знают, что такое спиннер, а родители не понимают, о чем просит их ребенок. Ну, и, соответственно, я думаю, что это знакомство будет не лишним. Итак, вот эти вот четкие. Сегодня я не буду показывать, как их крутить, потому что я не такой прямо уж суперпрофессионал. Ну, по чуть-чуть я пока учусь, там, хожу, гоняю с ними, да, ну, и мне это интересно. Вот. Но я вам расскажу просто, как сделать такую штуку. Имею у себя в арсенале два металлических стальных шарика от подшипника. В моем случае это будут шарики 15 миллиметров в диаметре. И кусочка паракорда. Вот. Чем хорош именно этот вариант? Тем, что, ну, во-первых, это смотрится оригинально. Это кулак обезьяны такой плетеный. Плюс паракорда бывает различное множество цветов. И, соответственно, вы можете наделать себе под любой вид одежды, да, под любой цвет и под любое настроение. Какие-нибудь розовые, белые, желтые, там, и всякие разные. И ходить по улице, крутить эту штуку, там, подкидывать ее как-нибудь. Вот. Ловить. И люди будут смотреть и думать, нифига себе, какая крутая штука у этого чувака. Вот. И мне кажется, что эпоха спиннеров, она уже от, грубо говоря, среднего возраста мужского перешла на возраст более маленький, на девочек и мальчиков. Соответственно, взрослым дядькам надо крутить в руках уже что-то другое. Ну, сейчас опять какой-нибудь скептик напишет, что, блин, лучше бы вы на работу пошли и занимались нормальным, каким-то там, типа, нормальным видом деятельности, а не крутили всякие безделушки. Но, опять же, каждый выбирает свое. Вот. И, соответственно, для тех, кто заинтересовался, что же это за фигня, сейчас мы с вами ее сделаем. Приступим, друзья! Итак, ребята, давайте начнем. Берем кусок паракорда, отрез, берем два шарика стальных от подшипника. У меня, в моем случае, это 15 миллиметров в диаметре. И плетем monkey fist. Как плетем monkey fist, я уже показывал в ролике, даю вам ссылку на него в описании к этому ролику. Ну, и показываю еще раз. Делается это очень легко и просто. Monkey fist плетутся по-разному. Есть специальные станки под них, я плету это на руках. Вот. Делаем вот такой вот финт. Далее. Немножко, как, ослабляем пальчики, да, чтобы нам можно было подлезть. И проходим вот здесь. Я взял большой отрез паракорда, можно взять меньше. Просто был кусок и отрезать уже не хочется. Отрежу на выходе. Вот. А вам просто скажу точно, ближе к концу видео, сколько именно мне понадобилось. Ну, и если вы смотрите мои ролики, вы понимаете, что я всегда беру больше, чем нужно. Вот. Такой вот я неэкономный чувак. Все время. Ну, я бы сказал так, что когда у вас паракорда побольше, вы себя чувствуете, наверное, более комфортно при плетении. И не создаете себе неудобства в том плане, что вот здесь вот надо бы уже вот сэкономить. Здесь вот уже немножко не остается, не хватает. Когда не хватает, тогда тоже есть часть. Так. Видите, что я делаю, да? А то я бубню тут. Делаем так, чтобы с каждой стороны у вас было по три жилы. Я уже пошел на последний этап с этой стороны. И, наверное, пришла пора засунуть туда шарик. Сейчас мы здесь вот три раза, три раза пройдем тоже. Если какие-то вот тут моменты будут непонятны, прям смело открывайте во втором окне ролик «Как влезти monkey fist». Там это все очень подробно. Вот. И единственное, что разница между вот этим вариантом и тем, там шарик больше. И там в четыре жилы с каждой стороны. А здесь мы делаем три. Вот. Кстати, в начале этого ролика, тот беглери, который был у меня в руках, сейчас покажу. Вот этот. Сделан как раз из шариков 18 миллиметров. Но тут уже каждый, как сам хочет, говорят, то, что 15 миллиметров удобнее. Он не настолько тяжелый и более комфортно делать трюки. Так. Собственно, что мы делаем? Все это дело подтягиваем. Подтягиваем и тем самым перемещаем наш паракорд, чтобы здесь кусок не торчал, потому что мы его все равно отрежем. В ту сторону, где мы будем плести уже второй шар. Оплетать. Сейчас мы его так прогоним по-быстренькому. Вот. И всегда стараюсь прогонять пару раз. Один раз, чтобы это все аккуратно подставить, уплотнить, не забрать от хвоста часть. А второй раз уже более плотный, такой прям на силу зажимаем, чтобы уже стежочек к стежочку был, чтобы это все аккуратненько лежало, нигде ничего не пересекалось. Ну, придать такую прям классную форму шарику нашему. Так. Вот здесь, видите, прошел, а вот тут вот как-то пустовато, да, вот он торчит. Тут немножко не так. Вот сейчас я уже буду это все дело уплотнять. Я могу опять же забрать отсюда хвост. Все равно будем обрезать. И уже погнал затягивать. В каждом деле можно стать виртуозом, мастером. И, например, если научиться круто крутить беглере, то, я думаю, что народ даже может вам денежки в шапку кидать, если вы встанете на какой-нибудь улице многолюдной и начнете делать финты и поставите кепочку, то народ оценит. Главное научиться. Вот. Беглере существует двух видов в зависимости от того, какие трюки. Я уже об этом говорил. Вот. Читал про них и говорили то, что есть вид беглере, когда измеряется ваша ладонь плюс два сантиметра. Вот. И есть беглере, когда якобы от расстояния, когда вы вот так вот растопыриваете пальцы, от указательного до мизинца. Таким вот образом. Получается указательного до мизинца. Вот. Ну и есть еще проверенный опыт, то, что часто вот это вот расстояние между этими пальцами, ну если это такая средняя рука, является 14 сантиметров. И вот беглере, которые там продаются, люди делают там на заказ, чаще всего это расстояние делают 14 сантиметров. Опять же, как мне кажется, все зависит от того, как вы крутите, как вы совершаете трюки, чего вы насмотритесь и что вы сами придумаете. Но мы с вами будем делать вот в среднем как раз вот эти вот от пальца до пальца. Собственно, а расстояние мы подгоним уже позже, когда более-менее намотаем наш второй пакет. Точно так же делаем с другой стороны. Кому непонятно, посмотрите еще раз мой ролик Манки Фист, как плести. Можете открыть сразу во втором окне. И смотреть, просто разница то, что здесь мы делаем на 300 стежка, как бы с каждой стороны на три стропы. А там мы делаем на 4. Теперь смотрите, сейчас как раз самое время определить, длину делаем делаем ее от этого пальца до этого. Можно взять в принципе как раз линеечку, как говорят там 14 сантиметров. Ну да, смотрите, в среднем 14 сантиметров. Поставим 14 сантиметров. Вот она наша отметка, от шарика до шарика. Соответственно, здесь нам надо сделать тоже 14. Вот она в принципе у нас и получается, да. Вот так затянули. все. После этого можем начинать уже затягивать основательно и забираем его только вот с одной стороны, чтобы здесь больше не затянуть. и все. И потихоньку опять все это дело собираем в пучок. Опять же, проходим. потихоньку сначала не сильно затягивая, а потом пройдем еще раз уже контрольный, чтобы у нас был красивый мячик. потихоньку теперь нафиг. И он посмотрит как аккуратненько вот так вот одну к дуну и будет все просто шикарненько вот она красота ну собственно все нормально 14 может чуть-чуть подправить все теперь уже затягиваем на чистовую еще раз сорвал вот ну и давайте друзья наверное давайте через две недели в ролике который выйдет через две недели по паракорду я разыграю я определю победителя который выиграет этот бегали а для того чтобы выиграть этот бегали вам надо просто в комментариях к данному видео написать любой мир участвую и дать ссылку на способ связи с вами а ну и помимо этого всего вам надо репостнуть это видео на какую-нибудь страницу в ваших социальных сетях например вконтакте фейсбук можно даже одноклассники давайте да вы репостите этот ролик на свою страницу в соц сетях вконтакте одноклассники или фейсбук на выбор пишите комментарии к этому ролику любомир я участвую и даете ссылку на на ту страничку на который вы сделали репост через две недели я провожу розыгрыш и в ролике который будет через две недели объявляю победителя отсылаю бегали за свой счет в любую страну мира вот собственно все мы сделали бегали осталось обрезать края так и последний момент да я вам сразу сейчас скажу я брал отрез два метра у меня осталось чтобы это вот вам не соврать у меня осталось восемьдесят семь сантиметров вот поэтому для того чтобы наверное сделать такую штуку вам надо взять где-то где-то ну я бы брал метра полтора для того чтобы был какой-то запас чтобы плести вот такая вот незамысловатая история и так обрезаем как края хвостики наши опа ну красота какая с другой стороны тоже самое готово ну что друзья мы сделали с вами такую вот игрушечку вот обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки репостите это видео репостите это видео я уже рассказал о конкурсе собственно каждый репост будет играть в конкурсе и я вам подарю вот эту самую штучку вот ну и помимо этой штучки накидаю каких-нибудь наклеечек может еще какой-нибудь прикол вот вот уронил спасибо большое за внимание ставьте лайки вот нажимайте на колокольчик подписывайтесь на мой канал постараюсь вас радовать ну и не забывайте смотреть мои влоги по всяким интересным там путешествиям поездкам и прочему времяпровождению моему досугу и прочим всяким интересным приколам вот на этом все с вами был любомир борода до новых встреч экспериментируйте и крутите всякие интересные штуки а